ребятки солнышки я держала в секрете куда я еду это будет очень интересно для тех кто смотрит мои орха видео я приехала к интересной девушки посмотрите какие у нее шикарные и красивые орхидеи девчонки наливаем чаек и наслаждаемся красотой я включу музыку пейте чай кофе с вкусняшками смотрите и слушайте сказку а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Ну вот, девчонки-мальчишки, мы побывали с вами в сказке «Орхидеи». А знаете, где она находится? Сейчас скажу. Улица Осташковская, дом 14, строение 4. Ну ладно, сдам вам уже и телефон хозяйки этого дома-сказки. Телефон такой 8-9-6-5-1-1-0-6-6-70. Хозяюшку зовут Аня. Вот здесь я заказываю свои орхидейки. Видите, какая красота. Так что, кому интересно, обращайтесь, пишите, заходите, заезжайте. Где была, показала, а что приобрела, не показала. Вот сейчас решила поснимать. Да. Это пират Пикатин, красный пират Пикатин, да ещё и Триллипс Пилор. И я не очень люблю пилоры. Но с тех пор, как я стала общаться с Дашей, мне пилоры стали нравиться. Посмотрите, какая красота. Ну, необыкновенная же красота, верно? Смотрите. Лепестки, как будто губа. Такие же резные, такие же волнистые. И очень интересные бутоны. Я никогда не думала, что в пилориках вот такие странные бутоны. Какие-то пирамидальные. Очень красивая орхидейка. Очень. На два цветоноса. Такие красивущие тюльпаны. Ребята, я в восторге. Мне очень нравится. Теперь у меня появились и пилоры. А ещё мне очень понравилось, что у этого растения компактная розетка. Вот моя ладошка. И вот такая розетка у этого пилорика. У этого пиратика. Да, к пиратам я испытываю какую-то особую любовь. Они мне очень нравятся. Непредсказуемые. Ну, скажу, даже надёжную. Да, к сожалению, одного пиратика я потеряла. Долго горевала. Долго горевала, но, как оказалось, потеряла не совсем. У него есть живой корень. Помните того замороженного? Замороженного пирата бабочку. Пираты просто так не сдаются. Смотрите, сколько корней в этом горшке. Я считаю, много корней. Я его пока пересаживать не буду. Он будет сидеть в этом горшке. Аня меня предупредила, что внутри есть торфяной стакан. Поэтому этого пиратика я поливаю очень аккуратно по краю горшка. Мне нравятся такие надёжные продавцы, которые тебе показывают и рассказывают всё-всё-всё про то растение, которое они продают. И несут за него полную ответственность. Как учила меня Даша, если ты хочешь пилоричное растение, то покупай на два цветоноса. А здесь как раз два цветоноса. Ну да чего ж очаровашки-бутоны. Как конфетки-подушечки. Помните, были в наше детство? Ребят, красота. Фон, конечно, не тот. На фоне лампы. Ну, сейчас. Возможно, вот так будет намного интереснее. Ну-ка, ну-ка, чтобы лампу не было видно. Нет, лампу всё равно видно. Вот так красиво. Он у меня уже четыре дня. И он доращивает и открывает свои бутоны. Это говорит о том, что растение здоровое. Надо очень тщательно выбирать продавцов. Вы знаете, сейчас в сети ходит очень много разных историй о продавцах-мошенниках. Со мной тоже были такие истории. Поэтому теперь я очень тщательно выбираю, у кого можно купить орхидейку. Конечно же, у того, где можно посмотреть растения. Со всех, со всех сторон. И желательно, чтобы у этого продавца были хорошие рекомендации. Принимаем поздравления с приобретением такого шикарного и необыкновенно красивого пилорика. Красного пирата Пикатти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова